МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Сергей и все телезрители канала «Просвещение». Вас приветствует Крымский федеральный университет. В нашем ВУЗе состоялся форум, вектором которого стало правильное представление об исторических событиях прошлых лет, о Великой Отечественной войне. Вопросы осмысления, совершенствования технологии позиционирования нашей страны в мире были обсуждены в рамках федерального форума комплексной образовательно-просветительской программы «Имидж России в контексте исторической правды», состоявшегося в КФУ имени Вернадского 23 сентября. Я представляю свой доклад Крымского федерального университета, который называется так «Как нам победить в психоисторической войне». Речь идет о том, что в настоящее время разворачивается борьба за умы и сердца людей. Вот главное поле сражения. И вот здесь, в тех сложных условиях, которые сейчас в мире, в которых находится Россия, очень важно, чтобы в первую очередь в сознании молодого поколения откладывались истинные ценности, ценности патриотические. Но вот это мы и посоветуем, как на основании этих ценностей победить и добиться того, чтобы свет Великой Победы 1945 года упал и на наш путь сегодня. В форуме, который был проведен под эгидой Национального фонда поддержки социальных программ, принимали участие студенты, аспиранты, преподаватели Крымского федерального университета, ветераны и участники Великой Отечественной войны и гости из других регионов России. В докладах неоднократно подчеркивалось единство и сплоченность нации. Мы сильная нация и сила в единстве. Именно вот эти вещи мы хотим доводить до всей молодежи. Но особенностью является, конечно, крымская молодежь. Крымская общественность, население и молодежь сделали великий подвиг. И именно этот подвиг напомнило всей России, всему российскому народу, что мы можем побеждать. Крымчане – это победители. Они победили те вот терные силы, которые, в принципе, на сегодняшний день примерно такие же поменяли окраску. И они пытаются разрушить вот это единство. А для чего это нужно? Ну это же всем понятно. Они хотят, чтобы по отдельности потом каждый народ начали стравить друг друга, а потом по отдельности закабалить все народы по отдельности. Вот и все. Тут все просто. И мы хотим об этом говорить. И люди должны быть и исторической правдой сильны и уверенно чувствовать себя на международной арене. Формирование у молодого поколения консолидации в понимании истории и памяти о тех великих событиях сегодня происходит разными способами. Должно быть разнообразие форм, учитывая адрес на характер, специальные направления молодежные в нашей творческой деятельности, в научной деятельности. Во-первых, это солидная конференция с участием наших молодых людей. Это одна из форм, например. Вторая форма – это специальное изучение память истории в истории нашей науки и педагогической исторической науки. Это означает раскрывать великие бытвы, показывать героизм, мужество и стойкость. Третья – это форма, связанная с выступлением известных ученых по телевидению, на радио, раскрывающая значение подвиг нашего народа. И еще одной из форм можно назвать совместный симпозиум, конференция различных капитал философии, истории, культурологии с привлечением и аспирантов, и магистрантов, и бакаларов. В рамках форума прозвучали выступления о справедливой освободительной Великой Отечественной войне, и были представлены труды ученых, занимающихся проблематикой правдивой истории современной России. На этом все. Об остальных событиях, которые будут происходить в нашем университете, мы расскажем в следующих программах. Крымский федеральный университет с вами не прощается, а говорит «до свидания». Я передаю слово каналу просвещения. Спасибо, Виктория. Ну а мы из солнечного Крыма перемещаемся в Северокавказский федеральный университет. На связь с нами выходит Ольга Варнавская. Сергей, Северокавказский федеральный университет рад приветствовать вас и всех зрителей телеканала просвещения. Две научные конференции и турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов страны прошли на базе ВУЗа. Далее подробности. О международном и национальном уголовном праве говорили в стенах Северокавказского федерального университета. Здесь прошла научно-практическая конференция. В дискуссиях участвовали ученые из ведущих ВУЗов России и зарубежья. Основной вопрос – методика преподавания. Наша главная задача – создать некую методическую базу. Для того, чтобы, условно говоря, какой-то молодой преподаватель, который только что защитил диссертацию где-нибудь, не знаю, на Урале или в Сибири, для того, чтобы он, прежде чем ему пойти, выйти на суд и учить студентов, чтобы он смог ознакомиться с этими рекомендациями и для себя представить методику его поведения как преподавателя. Пробелом современного юридического образования собравшиеся назвали его недостаточную практическую направленность. Как мне это видится, общая задача, если в целом, то максимально сблизить ученые сообщества и практики, чтобы мы не говорили на одном языке. Сложная задача, но мне нужно максимально стремиться. Я бы, конечно, особенно для бакалавров, сделал упор на практической подготовке. То есть студент должен представлять уголовное право не только, как оно написано в хороших и умных учебниках, как оно в реальной жизни происходит, то есть он должен уметь составить процессуальный документ, должен провести следственное действие, должен разработать следственную версию, если он, конечно, будет работать вот в этой системе. В рамках конференции впервые на базе СКФУ прошло выездное заседание секции учебно-методического объединения вузов страны по уголовному праву и криминологии. Были утверждены программы для сдачи кандидатского минимума с вопросами и критериями оценок по профильным дисциплинам. Ведущие ученые, геофизики, метеорологи, экологи страны собрались в СКФУ. Как предотвратить град и предсказать солнечную активность? Изменится ли климат в ближайшем будущем? И можно ли управлять погодой? Ответы на эти и другие вопросы пытались дать не только ученые, но и практики. Особое внимание собравшиеся уделили прогнозу и предотвращению опасных природных явлений. Выступающие представили результаты своих исследований в этой области, инновационные методы и изобретения, уже состоящие на вооружении геофизиков. СКФУ принимал необычный студенческий зачет. Здесь сдавали не учебные дисциплины, а нормы ГТО. 200 участников, три десятка волонтеров и масса положительных эмоций. Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Кубань и Ставрополье. Спортсмены из высших учебных заведений этих регионов всеми силами, в прямом смысле слова, доказывали, что готовы к труду и обороне. Но сдать только нормативы, чтобы получить заветный значок, было недостаточно. Еще надо было одержать победу в командных соревнованиях по стритболу и бамперболу. Давай, ребята, давай! Бампербол – тот же футбол, только в надувных шарах, так называемых сферах. Больше напоминает аттракцион, где можно толкаться, кувыркаться и даже стоять на голове. Очень тесно, но игра достаточно интересная. Мне нравится, очень веселая. Хотелось посоревноваться. Хорошие впечатления, очень понравилось. Уже не первый раз играю, но на этот раз сложнее почему-то, я не знаю. Соперники сильные, с разных вузов, все дружно вроде играют. В первый день соревнований был официально открыт студенческий спортивный клуб из КФУ. Этого события ждали два года. Теперь этот клуб входит в Ассоциацию студенческих спортклубов России. Его двери открыты для всех желающих. Это такие виды новых спортивных рекреаций. То же самое у нас флорбол мы развиваем. То есть те виды спорта, которые сейчас только набирают аппараты, которые мы стараемся развивать, рассказывать молодежи, которые в принципе не нужна какая-то технико-тактическая подготовка, физическая подготовка для студентов. Те, которые в принципе могут прийти завтра и сразу участвовать. Особенно ждут в клубе первокурсников. Они, кстати, активно участвовали в турнире и массовом студзачете. Последний – аналог комплекса ГТО. Общие нормативы для парней и девушек. Бег на 100 метров и прыжки в длину. Дальше разделение. Рывок гири и подтягивания для сильной половины. Упражнения на пресс и отжимания для слабой. Лучшим в общем зачете стал студенческий спортклуб «Колос» Ставропольского государственного аграрного университета. На втором – «Атлант» Северо-Осетинского госуниверситета. А третье досталось спортклубу «Эскайфу». Обладателями золотых значков студзачета АССК страны стали 14 ребят, серебряных – 17. Народная театральная студия «Мы» Северокавказского федерального университета снова собрала друзей. В стенах вуза открылся Третий Всероссийский театральный фестиваль «Феникс». Его участниками стали не только ставропольские коллективы, но и артисты из Сочи, Ростова-на-Дону, Перми и других городов. Открыли фестиваль артисты «Эскайфу». Они представили на суд зрителей премьеру «Спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева. В ближайшие дни гостей фестиваля ждет насыщенная конкурсная программа. За главный приз поборется 9 коллективов. Оценивать их работы будут режиссеры и актеры ведущих театров страны. На этом все новости на сегодня. Северокавказский федеральный университет прощается с вами и передает слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Ольга. Ну а сейчас нам о новостях Сибирского федерального университета расскажет Алена Мартыненко. Начнем выпуск коротких новостей о главных событиях прошедшей учебной недели. На двухтысячелетии какого города России побывал корреспондент ТВ СФУ? Что такое икряники, как студенты отметили день рождения Агаты Кристи и почему гуманитарию нужно осваивать информационные технологии? Узнаете прямо сейчас. Студенты СФУ узнали, как бороться с наступающим кредитом гуманитарных знаний. Для этого участники конференции информационной технологии в гуманитарных науках предлагают осваивать IT-технологии. Только благодаря этому возможна подготовка специалистов с совершенно новыми навыками. Так, московские коллеги рассказали, как создают 3D-модели разрушенных памятников архитектуры. В университетском корпусе под пирамидой прошел уникальный детективный квест. Так, филологи решили отметить день рождения Агаты Кристи. Команды из девяти институтов раскрывали серьезные преступления, причем за два с половиной часа. Ребята разыскивали улики, отгадывали фрагменты фильмов, и в этом им помогали агенты. Первыми убийцу вычислила команда Oil Chemistry, Института нефти и газа. Россия! Россия! Вот так патриотично встречали дагестанские школьники, гостей республики, которые приехали на двухтысячелетие Дербента. В Дагестане в эти дни собрались СМИ со всей России. Этножурналисты встретились, чтобы обсудить программу обучения студентов профильных вузов особенностям создания материалов на межнациональную тематику. Сибирский федеральный университет – участник этого проекта. Корреспонденты студенческого телевидения накануне двухтысячелетия Дербента сделали программу «Дербент в Красноярск». А сейчас и сами побывали на дни рождений древнейшего города России. Студенты филологии и языковой коммуникации этим летом заговорили на языке ангарцев. В июле филологи-четверокурсники проходили диалектологическую практику в Кежемском районе Красноярского края. Суть практики состояла не только в том, чтобы изучить исчезающий ангарский говор. Ребята погрузились в сибирскую культуру, подружились с местными жителями и научились есть фирменные ангарские икряники – маленькие котлеты из икры. В Сибирском федеральном университете впервые состоялась защита ученой степени международного уровня PHD СИПФУ. Аспирантка Института фундаментальной биологии и биотехнологии Олеся Калмакова получила ее за диссертацию об изучении биоразнообразия инисея. Подробности в репортаже Екатерины Железницкой. Ректор университета Евгений Ваганов представляет аспирантку Олесю Калмакову. Сегодня она защищает диссертацию для получения PHD. Это ученая степень, которую присваивают в основном в англоязычных странах, поэтому русской речи в зале не слышно. В России PHD имеют право присваивать только три вуза. Мы третий вуз в России, который сейчас присваивает степень PHD. Первый вуз с 2008 года – это Институт дружбы народа. С 2013 года Санкт-Петербургский государственный университет присваивает степень PHD. И вот сейчас мы. Ученая степень PHD в России приравнена к кандидатской. Еще будучи студенткой, а затем в аспирантуре, Олеся Калмакова изучала биоразнообразие биопланктона и НСЕ и пришла к выводу, что в холодное время года экосистема реки менее устойчива к загрязнению. Защита работы транслируется на официальном сайте нашего университета. Семь экспертов комиссии из Германии, Белоруссии и разных городов России оценили работу аспирантки на отлично. Присвоение ученой степени PHD не только дает возможность кандидатам работать и быть признанными за границей, но и приближает СФУ к европейской системе образования. В ближайшее время еще один аспирант представит свою работу в области математики. Защита назначена на 13 октября. Екатерина Железницкая, Андрей Шицов, ТВ, СФУ. Напоминаем, что с 25 сентября по 14 октября проходит межинститутский шоу-конкурс «Прошу слово». Формат в этом году новый, как и название – Кубок первокурсников. Теперь новоиспеченным студентам предстоит показать не только свои творческие навыки, но и страту ума, а также физическую подготовку. Расписание вы можете увидеть на сайте нашего университета. А на очереди уже ставшая традиционная рубрика «Белка.Ньюз». Рассказываем о сложных университетских исследованиях простыми словами. Всем привет! В эфире снова университетская девочка Кира. Скучали по научным и принаучным новостям? Сегодня вас ждет что-то очень интересное в Институте биофизики. Я отправилась в гости к Олесе Колмаковой. Вы забыли, кто это? На днях Олеса получила ученую степень международного уровня. Во как! Чем занимаешься, Олеса? Хоть и по-английски, но я-то все поняла. Олеса изучает бактерии, которые живут в воде. По-научному они зовутся планктон. Она берет воду сенесея и смотрит, кто там живет. Особенно интересно, чем они там занимаются. А что тебе удалось выяснить? Ничего себе! Оказывается, в Енисеи живет очень много бактерий, которые охраняют реку от загрязнений. Но эти бактерии активны не всегда, а в определенное время года. Если мусор попадет в реку, когда бактерии спят, то это может привести к экологической катастрофе. С вами была Белка Ньюз. Постарайтесь не мусорить, друзья. Еще увидимся! Мы все ждем универсиаду 2019 года. Ждут ее и наши спортсмены. Великие моменты рождаются из великой возможности. Универсиада 2019 – та самая возможность. А наши спортсмены, наполнив триумфами побед, делают ее великим моментом. Ведь за нас Красноярск, Сибирь и вся Россия. Это были все новости, о которых я и съемочная группа ТВ-СФУ успели вам рассказать. Если вы хотите поделиться другими интересными событиями университета, пишите в нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч! Спасибо, Алена. Но наша следующая стомка на медикарте – это Тюмень. Наталья Панова нам расскажет о новостях Тюменского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. Я и мои коллеги представим наиболее интересные новости образовательной и студенческой жизни. Сентябрь проходит в Тюмгу под знаком юбилея. 85 лет назад был подписан приказ о создании в Тюмени агропедагогического института, который затем стал Тюменским государственным университетом. О том, как чествовали коллектив первого вуза земли Тюменской, расскажет Георгий Елаев. Сегодня в Большом зале филармонии «Аншлаг». Поздравить университет с юбилеем собрались представители власти, деятели культуры и образования, ученые и лучшие выпускники. Ведь большинство из них проложили свою дорогу к вершинам благодаря Тюменскому госуниверситету. Я сам из педагогической семьи. У меня мама учительница русского языка и литературы. И окончила тоже педагогический институт. И вообще моя вся семья имеет отношение к университету, потому что жена моя тоже закончила. Она до недавнего прошлого работала диктором Тюменского радиотелевидения. Главным редактором в регионе Тюмени была. Заслуженный работник культуры. И сын у меня закончил исторический факультет нашего университета. Так что университет – это не просто моя семья, это моя жизнь. Церемонию открыло грандиозное лазерное шоу, посвященное истории Тюменского государственного университета. Далее на сцене прозвучали поздравления от губернатора Владимира Якушева, а избранные сотрудники Тюмгу получили заслуженные награды и благодарности. Сегодня Тюменский госуниверситет ежегодно принимает по 2000 студентов, а его выпускники востребованы на рынке труда и постоянно покоряют новые высоты. Меня награждали как лучшую старость среди первокурсников сначала в Институте истории и политических наук, а потом в Тюмгу. И это самое яркое воспоминание, наверное, за первый курс. Ну и, конечно же, участие в дебюте первокурсника. Присутствовали на юбилее и зарубежные гости, в частности, из Эстонии и Франции. Крепкие международные связи – одна из многих традиций, которыми славится Тюменский госуниверситет. За свою 85-летнюю историю Тюменский госуниверситет сделал многое для развития нашего региона и всегда был в ритме времени. Сегодня вуз богатой историей уверенно двигается в будущее, стремясь в лидеры современного образования и науки. Юбилейным проектом можно назвать запуск межвузовской сетевой программы политехнической школы. Ее открыли на базе трех вузов – Тюмгу, Тюмгенгу и Тюмгасу. И мы надеемся, что этот проект будет способствовать действительно усилению нашей высшей школы, возможностей отбора лучших студентов, которые могли бы при поддержке крупных корпораций, которые тоже включаются в этот проект, демонстрировать свою более высокую готовность к сегодняшней конкурентной деловой жизни. Я благодарен своим коллегам и их командам, которые здесь присутствуют, потому что на самом деле это мужественный и очень мудрый шаг навстречу друг другу. Надеюсь, что и дальше здесь заложены механизмы создания наблюдательного совета и вообще добрая воля, которая выражена, будут способствовать тому, что этот сетевой проект, который будет реализован на базе всех трех вузов, он укрепит нашу Тюминскую область, сделает ее еще более конкурентоспособной. Первый набор в политехническую школу уже завершен. По итогам конкурса отобрали 61 претендента из числа желающих получить элитное инженерно-техническое образование. Занятия в политехнической школе начнутся 1 октября. Первую лекцию проведет председатель Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. Участником праздничных мероприятий университета стал всемирно известный ученый Доминик Рейно. В Тюмгу Нобелевский лауреат мира 2007 года прочитал лекцию для студентов. Профессор рассказал о влиянии углекислого газа на таяние ледников, о ежегодном изменении климатической ситуации на планете и о тенденции к ее потеплению. Начало нового учебного года отметили на этой неделе в школе одаренных Тюмгу. Здесь учатся школьники с 5 по 9 класс по двум направлениям – физико-математическому и гуманитарному. В расписании есть и нешкольные предметы. К примеру, ТРИС – теория решения изобретательских задач, умные игры и риторика. Несмотря на то, что школа существует всего два года, ее учащиеся занимают высокие строчки в рейтингах 12 олимпиад, конкурсов и конференций. Тюмгу, как университет здорового образа жизни, отметил свой юбилей по-спортивному. В забеге на 1930 метров участвовали более 200 студентов, школьников, выпускников и сотрудников вуза. Первые 85 человек, добежавших до финиша, получили юбилейные медали Тюмгу. Отдельной наградой спортивный ветеран отмечен Сергей Толстогузов, преподаватель Центра оздоровительной физкультуры. Больше видеоновостей Тюменского госуниверситета на новом портале Тюмгу в интернете utmn.ru. Сергей, передаю вам слово. Ну а мы из Тюмени перемещаемся в Барнаул. О новостях Алтайского государственного университета нам расскажет Ирина Корчагина. Здравствуйте, Сергей. Приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего вуза. Классический университет впервые получил Кубок Краевой универсиады. Победителей наградили в рамках конференции Алтайского совета «Бурвестник», где подвели итоги прошедшего сезона. В этом году соревнования проводились по 21 виду спорта. Наши студенты стали первыми в волейболе, футболе и спортивной аэробике. В упорной борьбе Алтайский госуниверситет смог на два очка обойти главного соперника – педагогический университет. Третье место занял технический университет. Почетными грамотами отметили и другие учебные заведения Края, успешно проявившие себя в ходе универсиады. Секрет покорения заветных пьедесталов в постоянных тренировках. Сложился коллектив и нас трудно победить, потому что у нас секции регулярно работают, а мы не собираем команды для выступления. То есть у нас всегда работают секции, мы в любой момент можем выступить, это наша фишка. За это мы всегда на плавы. Первые, вторые, третьи, ниже нет. Деревянные макеты, мельницы, яркие расписанные подносы и картины из лоскутков. В галерее универсум открылась народная выставка Алтай-мастеровой. Подробнее в сюжете Алены Давыдовой. Именно так, звонкой музыкой балалайки, галерея универсум встречает своих гостей. В выставочном зале теперь лоскутные ковры, расписная посуда и плетеная мебель. Все как в старинной русской усадьбе. Здесь открылась выставка народного искусства Алтай-мастеровой. Для создателей этих экспонатов народные промыслы – дело всей жизни. Для меня это большое удовольствие, вообще это счастье. То, что я выучилась на эту специальность, что я приобрела, что я научилась этому промыслу. И вообще то, что я этим занимаюсь, это просто какое-то счастье по жизни. Это радость, понимаете, это столько дает тебе в жизни какой-то такой хорошей энергии, положительной, жизненной. Хочется жить, хочется творить, хочется что-то придумывать. Выставка Алтай-мастеровой проводится уже в пятый раз. В этом году по ее итогам выберут народного мастера Алтайского края. Такого звания уже удостоены 20 жителей региона. Участники этой выставки говорят – главное не почетное звание, а возможность подать пример своим ученикам. Очень важно, чтобы дети видели, что делает педагог, что он может делать, потому что как можно заставить ребенка что-то сделать, если он не видит, чем занимается и как делает педагог. Потому что когда они смотрят твои работы, у них сразу и какие-то мысли появляются, желания. Деревянные макеты мельниц и домов, расписанные яркими цветами подносы, необыкновенные картины из маленьких лоскутков ткани вдохновляют не только школьников, но и взрослых гостей выставки. Ну, в общем, выставка очень поразила меня. Все работы очень достойны звания народный мастер. Ну, есть редкие такие исключения, которые надо еще работать над собой. Хотелось бы мне заняться лоскутным шитьем. Это, конечно, такой клад вообще в народной традиционной культуре, который надо осваивать, еще изучать. Мастера отмечают, что всегда рады видеть среди своих учеников студентов АГУ. Причем не только с факультета искусств. Говорят, образование и возраст не так важны. Главное – интерес к русским традициям и любовь к творчеству. Алена Давыдова, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Искусству на факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии быть. И самолете ночном, над Родиной, на небесах, Оставляя след, я пока спит. А тихонько троню его, кажется, гений придет. Студентам самого коммуникабельного факультета Алтайского госуниверситета предоставилась возможность познакомиться с одной из самых талантливых поэтесс Барнаула – Еленой Безруковой. Выпускница юридического факультета нашего вуза является членом Союза писателей России с 2001 года. Печататься она начала еще тогда, когда только родились нынешние первокурсники – в 1997 году. Студенты в ходе беседы с Еленой пытались узнать, где она черпает вдохновение и есть ли у ее искусства высокая цель. Я не преследую никаких целей, когда я пишу. Я просто стараюсь отразить то, что меня волнует. Поэтому мне кажется, что то, о чем пишу я – это человек, человеческая душа, человеческая любовь, человеческое восприятие, не более того. Человек в этом мире. Он преодолевает барьеры не только в спорте, но и в жизни. Классический вуз посетил Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике. В университете спортсмен не чужой. Несколько лет назад он закончил юридический факультет, а теперь пришел пообщаться со студентами, которые долго ждали этой встречи. Для члена спортивного клуба «Алтгу» Сергей – пример для подражания. В свои 24 года спортсмен – настоящая легенда. Рекордсмен расписался на именных футболках университета, а также сфотографировался со всеми желающими. Главной целью визита спринтера стали переговоры с ректором «Алтгу» Сергеем Валентиновичем Зимляковым. Шубенков пообещал подумать о продолжении обучения в классическом вузе, а также поделился планами на будущее. Спортсмен шутит, что без олимпийской медали его не пустят домой. Кстати, к чемпионату мира Сергей готовился в Барнауле. Со стороны университета ему предложили материальную помощь в подготовке к соревнованиям. Шубенков, в свою очередь, изъявил желание выступать на спортивных мероприятиях «Алтгу». О окончании встречи чемпиону мира выдали свидетельство о занесении в галерею почета Алтайского государственного университета. Теперь фотография спортсмена будет красоваться среди выдающихся выпускников вуза. Конечно, я не думал, что я выиграю чемпионат мира. Конечно, я не думал, что я попаду на доску или что про меня будут на факультете говорить во всем университете. Все-таки, когда поступаешь, тогда немножко состояние души, оно другое. Тогда университет нужен мне в жизни намного больше, чем я университету. Вот сейчас уже как-то все наоборот сместилось, да, и я уже все закончил. Мне вот уже вроде университет можно, да, там, выйти, плюнуть и забыть. Но опять же нет, я говорю, мне здесь очень понравилось, и поэтому забывать о нем я не хочу. Это были самые главные новости нашего университета. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово. Сергей. Спасибо, Ирина. Ну а сейчас с нами на связь выходит Татьяна Орлова. Она расскажет нам о новостях Тверского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. В Тверском государственном университете все идет своим чередом. Учебный процесс вовсю набирает обороты. Из событий, которые так или иначе связаны с университетом, я бы выделила два. В Твери нашли древний дуб, которому чуть больше 200 лет. На днях ему присвоен статус памятник живой природы. Замечу, по оценкам экологов, на территории Тверской области растет еще 10 таких почтенных деревьев. Давайте посмотрим, как проходила торжественная церемония. Старина дуб стоит на Головинском валу уже 204 года. Он свидетель многих исторических событий, которыми славен наш город. А теперь дуб и сам стал частью истории. 11 сентября это признали и на государственном уровне. С 2010 года в стране работает специальная программа, цель которой – искать и сохранять такие памятники живой природы. В программе в этом году маленький юбилей, ей уже 5 лет. Символом этой эстафеты является вот этот уникальный переходящий памятный знак, символизирующий единение разных народностей и национальностей в интересах сохранения природы родного края, нашей Родины. За время работы программы он побывал уже в 22 субъектах России на торжественных мероприятиях и хранит в себе теплоту и любовь сотен людей из разных уголков нашей прекрасной Родины. Подать заявку на внесение дерева в реестр и признание за ним статуса памятника живой природы может каждый. Даже школьник. На этот дуб внимания обратил ученик 44-й гимназии. Три года назад Слава Быков заполнил анкету и отправил её в Москву. Ждать пришлось долго, но оно того стоило. Мы не остановимся, потому что, по нашим данным, у нас порядка 10 таких объектов, которые могут претендовать на такой статус памятника. Оказалось, что почётное дерево Твери ростом около 17 метров. Посажено в 1811 году. Экспертиза показала, что дерево практически не болело и проживёт ещё много лет. В отчёте, который нам сегодня передан, находится программа действия, что и как необходимо делать. Поэтому мы будем, конечно, регулярно смотреть за состоянием этого дерева. И на самом деле мы надеемся, что вот эта площадка, где мы сегодня находимся, она даст толчок развитию этой территории. Возможно, здесь развернётся новое креативное пространство, в котором студенты нашего университета смогут готовиться к очередной сессии. По строгим присмотрам старинной дуба на церемонии были Лейли Бабаева и Алексей Горобий. Второму событию ещё предстоит произойти, но подготовка к нему уже началась. Это юбилей факультета, на котором готовят преподаватели физкультуры. Возможно, кому-то покажется необычным наличие спортфака в университете. Но, уверяю вас, от абитуриентов на факультете отбоя нет. Факультет физической культуры является одним из старейших факультетов Тверского государственного университета. Более 700 преподавателей физической культуры было подготовлено Калининским педагогическим институтом. В 1971 году факультет был упразднён, но в 1990 году состоялось его возрождение в структуре Тверского государственного университета. В этом году факультет готовится отпраздновать своё 25-летие. Мы планируем провести ряд мероприятий, это и спортивного, и научного плана конференции, и торжественное собрание, посвящённое 25-летию. В состав факультета физической культуры входят две кафедры. Кафедра теоретических основ физического воспитания и кафедра физического воспитания, сотрудники которой преподают физическую культуру на всех факультетах университета. Факультет осуществляет подготовку как бакалавров, так и магистров. И, как заметил Сергей Комин, конкурс достаточно высокий при поступлении на обе ступени. Я считаю, сотрудники факультета достойно выполняют свою работу, готовят достаточно квалифицированные и достойные кадры в области физической культуры и спорта. Факультет физической культуры имеет в своём активе большое количество именитых выпускников, среди которых игрок хоккейного клуба ЦСКА Роман Любимов, Гребец Игнат Ковалёв, хоккеист сборной России Денис Кокарев. Любое развитие зависит от двух составляющих – от кадров и от материальной базы. К сожалению, кадры остаются те, которые у нас есть, но молодых кадров, молодые кадры, к сожалению, в силу понятных причин, достаточно неохотно. Иду сейчас на преподавательскую работу. Несмотря на все сложности, факультет физической культуры ТВГУ проводит огромную работу по привлечению юных спортсменов в наш университет, является флагманом популяризации спорта в нашем городе и готовит высококвалифицированных специалистов в области физического воспитания. Одними из первых факультет физической культуры с юбилеем поздравляю Никита Васильев и Александр Крупко. Вот, пожалуй, и все. Корреспонденты Универ ТВ продолжают работать, так что ждите новостей из Твери о нашей студенческой жизни. Сергей? Спасибо, Татьяна. Вот мы и добрались до финальной сегодняшней остановки. Мы перемещаемся в Ухтинский государственно-технический университет. На связь с нами выходит Полина Быстракова. Добрый день, Сергей. Расскажу о том, как наши студенты обнимали университет, выстраивались в огромные буквы и бежали во всероссийском кроссе нации, а гости из далеких стран знакомились с нашим городом. Подробности прямо сейчас. Прошлые выходные в Ухте стали подарком для любителей флешмобов. 18 сентября в этом году – единый день объятий для вузов страны. Поучаствовать во всероссийской акции «Обнимый университет» собрались около 500 студентов и сотрудников УГТУ. Впервые за 4 года их хватило, чтобы сомкнуться вокруг главного корпуса вуза. Я люблю УГТУ! За что вы любите УГТУ? Наверное, за то, что оно каждый раз удивляет чем-то. Ежегодные мероприятия, флешмобы. Очень широкая база. Мы можем работать в стройотрядах, зарабатывать деньги летом, получать опыт, знакомство различное, приобретать. За все! Он такой крутой! Много всего устраивается! Крутой вход он! Днем позже на главном проспекте нашего города прошел флешмоб в честь юбилея Ухтинского управления культуры. Сотрудники культурных учреждений выстроились в буквы, которые составили фразу «Культура Ухта-70» и раскрыли разноцветные зонтики. В стороне не остались и наши студенты и работники. Всего около 300 человек. Они собрали слово Ухта. Они очень долго занимались репетициями. Неделю люди ходили, ТУРА, репетировали. Потом все эти команды учились выполнять, потому что не так просто все это дело синхронно с нами выступить. Сотрудники Ухтинского управления культуры надеются попасть в Книгу рекордов России. Видеоролик с записью флешмоба уже отправлен по назначению. В воскресенье накануне Всероссийского дня бега в Ухте прошел «Кросс нации». Это массовый забег, в котором участвуют как спортсмены, так и любители. В этом году к «Кроссу» присоединились 84 региона. В нашем городе на дистанцию вышли работники предприятий, организаций и учебных заведений города. Главная особенность этого забега – отсутствие строгих правил и установленных нормативов. Каждый выбирает дистанцию по силам – от 2 до 12 километров. И если профессиональные спортсмены состязались с закупки «Кросса нации», то простые горожане бежали в свое удовольствие. Много лет участвую в этих «Кроссах». Много лет. Ухтинский университет не первый год принимает иностранных студентов. И если сначала это были выходцы из стран СНГ, то сейчас в УГТУ приезжают гости со всех уголков земного шара. Вот и в этом учебном году в наш вуз уже прибыли первые ребята из Гана, Нигерии, Конго, Пакистана, Непала и Мексики. Прежде чем отправиться на пары, новые студенты целый год будут учить русский язык. Сначала иностранцы должны овладеть простыми словами и бытовыми фразами, а затем углубленное изучение языка с учетом будущей специализации. Русский – очень сложный язык. У слов бывает множество окончаний. Мужской, женский род – все слова изменяются. Вот это для меня самое трудное. Студенты из дальнего зарубежья живут в общежитии, пока они не слишком хорошо говорят по-русски. Поэтому в свободное время чаще всего остаются у себя в комнатах и продолжают учиться, делают домашние задания или общаются через интернет с друзьями и родственниками. А кто-то даже взял с собой национальную одежду, как напоминание о далекой родине. Я сшила его для того, чтобы пойти к кому-то на свадебную церемонию. Здесь она сделана брюками, тут узор. Оно открытое и простое. Еще одна вещь, которая напоминает студентам о доме – кухня. Многие привезли с собой еду или приправы, которые не найти в ухтинских магазинах. Эдмунд взял с собой приправу, сделанную по традиционному рецепту. Здесь перец, толченая сушеная рыба, и все это заливается растительным маслом. Очень остро. В этом году университетам запланировано принять около 30 иностранцев. По окончанию курсов русского языка перед ними встанет выбор – продолжить обучение в Ухте или отправиться в другие города России. На этом у меня пока все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Телестудия Ухтинского университета для телеканала «Просвещение». Сергей. Спасибо, Полина. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта. Высшая школа России». Я благодарю всех коллег, принимавших участие в его создании. Если ваш вуз участвует, ставьте участником проекта, пишите нам на электронную почту. Мэпсобака.просвещение.тв А также вступайте в Международную ассоциацию студенческого телевидения. До встречи!